Сегодня для вас будет готовить Роман и Наталья. Я буду готовить для вас палак панир, традиционное индийское блюдо. А я приготовлю джиро райс, также традиционное индийское блюдо. Для палак панир нам понадобится шпинат, помидорки, адыгейский сыр. Если вы не хотите есть адыгейский сыр или вообще что-то, связанное с молочкой, можете взять тофу. Затем сливки, в нашем случае это молочные сливки. Опять же, молочные сливки можно заменить на растительные. И масло кхи, которое заменяет нам растительное масло. Вы, опять же, можете заменить на какое-то растительное масло. А также ряд специй. Это куркума, карри, соль, имбирь молотый. Если у вас есть свежий имбирь, тоже пригодится в этом рецепте. И кориандр. Для приготовления риса нам понадобится непосредственно сам рис басмати, зира и несколько других специй, которые я добавлю. Это будет кориандр у нас и куркума. А также, конечно же, гималайская, индийская соль. Начнем с того, что мы поставим вариться рис. Рис мы несколько часов назад уже замочили. Вы, конечно, этого можете не делать. Но его рекомендуют замачивать, чтобы из него вымолоться крахмал немножко. Поэтому сейчас мы сцедим эту воду и закинем его в сковороду. Готовить рис мы будем без масла. Для этого мы сначала в сковороду нальем немножко водички. Она закипит. Потом кинем туда зиры, чтобы вода приняла вкус специй. Добавим еще несколько специй. И потом уже насыпем туда рис и поставим его томиться на медленном огне. Мы добавили зиру, добавили кориандр, куркуму. И теперь остается долить водички. Для того, чтобы у вас рис хорошо сварился, необходимо добавить воды примерно на один сантиметр выше, чем уровень риса. Собственно, почему мы сегодня решили для вас приготовить эти блюда? Совсем недавно мы вернулись из Индии. Полны впечатлений, полны различных переживаний, связанных с Индией. И в том числе и с едой, потому что еда там запоминающаяся. То, что для европейского человека будет спайси, то есть много специй, для индуса это может быть совсем ноу спайси. И поэтому, если вы окажетесь в Индии и закажете ноу спайси, а вам принесут спайси, то есть блюда с большим количеством специй, не удивляйтесь. Это просто менталитет людей таких, и не нужно на них сердиться за это. Наш вариант будет абсолютно неострый. Если вы, конечно, любитель остренького, то можете добавить туда те специи, которые придадут вам этой остроты. Мы не будем. В первую очередь, это, конечно же, острый перец. Красный, чилийский или другой перчик. Но мы его добавлять не будем. Нам раджаса и так хватает. Точно. Пока у нас готовится рис, мы приступим к приготовлению палак панир. Ты же мне поможешь, правда, Рома? Конечно, обязательно не без этого. Тогда с тебя порезать сыр. А я займусь помидорами. Как вы могли заметить, на нас одеты традиционные индийские одеяния. Мужская рубашка называется курта. Тебе, кстати, очень идет курта. Благодарю. И тебе неплохо. Помидор мы стараемся нарезать как можно мельче. Потому что мы его будем тушить, и он нам даст такой эффект томатной пасты. Когда мы ели палак панир в Индии, я не замечал помидора внутри этого блюда. Но в нашем варианте решили добавить помидорчик. Зачем? Потому что у нас нетрадиционный рецепт палак панира. На самом деле, довольно-таки простой, более упрощенный вариант, нежели традиционный. Я бы сказал, что это более приближено к европейскому человеку. Вообще, палак – это, кстати, шпинат, чтобы вы знали. Тебе чего-нибудь помочь? Ром, да. Слушай, а можешь размельчить пока шпинат, а я отправлюсь жарить сыр, хорошо? No problem. Только подожди, знаешь, как тебе надо будет это сделать? Ох уж эти женщины. Шпинат помещаешь в блендер, и чуть-чуть надо долить воды, хорошо? Просто добавь воды. В масло мы добавляем кориандр, специи, все по порядку. Жареные специи пахнут очень вкусно. По-индийски. Поэтому результат будет просто восхитительный. Сейчас дождемся, пока наше масло наполнится специями, и туда отправим сыр. Рекомендую попробовать, а лучше побывать в Индии самим. Вот в такой красивый подрумяненный сыр мы добавляем нарезанные помидоры. Следом за помидорами буквально через одну минутку добавляем палак, то бишь шпинат. Аромат появился вообще неописуемо вкусный. И в завершение мы добавим сливки, что придаст еще больший вкус нашему блюду. И оставим тушиться буквально на несколько минут. Аппетитно! Для того, чтобы наш рис был еще более вкусным и ароматным, мы добавим туда нерафинированного растительного маслица. Немножечко. Ох, друзья! Вы просто не подозреваете, какой идет аромат от этого басмати. Наше индийское блюдо готово. Это палак панир и джиро райс, или рис с зирой. Обычно в традиционный палак панир добавляют чеснок. Мы этого делать не стали. Если вы употребляете чеснок, вы, конечно же, можете его туда добавить. Напоминаем, что в Индии можно говорить No garlic, no onion, no spicy. На вас, конечно, будут смотреть косо, но что поделать. Рум, ты, по-моему, еще что-то про рис хотел добавить. Да, нам надо его съесть. На самом деле, это очень питательное блюдо для тех, кому нужно насытить тело свое. Рис и палак панир очень рекомендуем. Если однажды вы окажетесь в Индии, откройте меню и будете не знать, что там заказать, вспомните это видео и закажите палак панир и джиро райс. Не пожалеете об этом. Друзья, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, пробуйте готовить блюдо. Мы будем стараться для вас готовить много новых интересных рецептов. Как ты думаешь, может быть, по-другому сделаю? Да, попробуй. Просто он будет тогда не жареный такой. Да, не жареный будет. Сейчас Рома пропоет весь репертуар, который он знает. Желательно по 10 дублей не записывать, да? Да, согласен, по 12. Все, пойдем. Друзья? Вот так. Скажи, когда я отвечу. Поэтому сейчас мы сцелим эту воду и закинем его в сковороду. Нормально? Что сейчас делать? Отлично, отлично. И рассказать про то, для чего это делается, чтобы вода приняла с вкус специй. Ой, я не знал. Я же тебе расскажу. Я ничего не знаю. А это кориандр, да, или что? Кориандр. О, а можно я буду резать рис и маленький кусочек в рот? Сыр ты, Миша? Ой, не останавливайся. Если что, я тебя перебью просто. Отчат. Как мы в прошлый раз? Нормально записывали, не договаривались. О, у меня тут карманы. Да, я когда гладила, тоже их увидела. Только они другую сторону. Начнем? А ты тоже, да? Йоха. То есть не надо говорить, пока готовится рис? Нет. А, окей. Тогда с тебя порезать сыр. А я займусь помидорами. Тебе, кстати, очень идет курта. Благодарю. И тебе неплохо. Благодарю. Ты где такое? Откопала на каком базаре? Я не помню, как называлось это место. А как мы режем рис? Да, это сыр. Сыр. Вот кубиками-полосками. Как ты режешь сыр? Мы режем сыр. Мы режем сыр полосками кубиками. Эй, ты здесь что-то шкуртами-сурирует? Нет. Чуть-чуть заморачиваться. Человек, вообще, палак – это, кстати, шпинат, чтобы вы знали. Панир – это ведь риса. Сыр. Да, пауза наигранность передают. Еще раз. Я режу, я режу, а ты не спрашиваешь. Ты стоишь такой без дела, потому что… Тебе чего-нибудь помочь? Уром. Да, слушай, а можешь размельчить пока шпинат? А я отправлюсь жарить сыр, хорошо? Да, управляем. Да, он прям сразу, практически сразу парку кашу поделал. Надо поменьше сделать огонь. А то оно все как-то слишком яро кипит, и я за ними не успеваю. Я знаю, кто это будет сейчас есть. Мы все, да. Нет, ну это лингаш-такам. Это же не просто лингийская песня. Это гимн лингаму, шиве. Ром, помнишь, как в Индии? Брам амурари сурарчи та лингам, нирма лабаси тащобхи та лингам, джанма джадукха винаша ка лингам, тат пранамами сада шива лингам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова